После распада СССР у системы среднего образования пытались отнять воспитательную роль. Говорили, в школу дети должны ходить только за знаниями. Сегодня это утверждение признано ошибкой. На государственном уровне обозначено, школа – это центр гармоничного развития личности. Мы дали старт году педагога и наставника. А главная миссия педагога и системы образования – это воспитание настоящего человека. Человека, который знает историю своей страны, уважает ее культуру и достижения, людей ее населяющих и который готов встать на защиту своего отечества. В школах уже введены разговоры о важном. Они проводятся, как правило, по понедельникам и посвящены непреложным истинам. Это семейные ценности или это, например, ценность героя на сегодняшний день. Все ценности, например, как в этот понедельник было, это ценность именно, скажем, учителя, потому что сегодня год педагога и наставника. Сегодня вводится и введено, и имеет тоже жизнь то, что сегодня каждую неделю мы начинаем с того, что образовательное пространство запускает гимн и, естественно, вынос государственного флага. На совещание подчеркивалось, сегодня время новых героев, участников специальной военной операции. И важно, чтобы дети встречались с ними, общались и получали ответы не из интернета, а от тех, кто был на передовой. К сожалению, интернет сейчас для многих единственный источник информации. И чтобы оградить, защитить детей и подростков от влияния деструктивных идеологий, необходимо проводить индивидуальную профилактическую работу с потенциально уязвимой категорией школьников и студентов. Активизировать психологическую поддержку учеников, конечно же, с привлечением родителей. Родители – верные союзники педагогов в воспитании детей. При региональном министерстве образования несколько лет назад был создан областной родительский комитет. А со следующего учебного года у директоров школ появятся еще и советники по воспитанию. Они сейчас проходят обучение. В нашей области эти кандидатуры подобраны. Это 147 человек, которые с 1 сентября приступят к своей работе. В бюджет области уже пришли федеральные деньги в объеме 12 миллионов рублей. Сейчас мы с органами местного самоуправления как раз определяем объем средств каждому муниципалитету и те задачи, которые советники будут решать. Уже сейчас можно сказать, что воспитательный процесс выйдет за пределы школ. С окончанием учебного года он будет продолжаться в оздоровительных лагерях. А в кинотеатрах станет больше патриотических фильмов. Александр Инин и Дмитрий Шаталов.